День с толком Кто смотрит нас на телеканале и в ютюбе, смотрите в этом выпуске. Во что коронавирус превращает организм умерших и справляется ли с ними служба патологоанатомов? Красная зона Валейски, работа на износ, лечение вокалом и книги про жизнь и смерть. Для пешеходов, велосипедистов, птиц и животных. Годовой итог перерождения парка Изумрудный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже подсчитано, что на первом этаже смогут разместить 500 коек. Собственник не возражает, вот только на объекте еще ведут строительные работы. Число зараженных растет, а вслед за ним и число умерших. Мы с оператором побывали в одном из ковидных моргов. Узнали, что корона делает с легкими погибших. И почему даже трупы могут стать причиной коллапса в медицине края. Умерших от коронавируса в Барнауле доставляют в два патологоанатомических отделения. Одно из них здесь, на территории 11-й горбольницы, начало принимать жертв ковида в сентябре. Больше месяца врачи сталкиваются с последствиями инфекции. Вот что мы видим на разрезе в легких. Вы видите темно-вишневого, красно-бурого цвета, с участками от электаза, то есть маловоздушная ткань, с геморрагическими инфаркками, с множественными тромбами в сосудах. То есть получается, что, как говорят просто, более светлый участок – это тот участок, который дышал. Пациент погибает достаточно мучительно, потому что отсутствует практически полностью газообмен. Легкие поражены в данной ситуации процентов на 80-90. Эти признаки врачи называют стереотипными для респираторного вируса. То есть, если заболевший умер от пневмонии, вызванной, например, гриппом, его легкие будут выглядеть так же, как и после смерти от COVID-19. Поэтому для понимания, что перед врачом лежит умерший именно от коронавируса, необходимо брать материал для анализов. А это как раз и есть основная работа патологоанатомического отделения. Сейчас работы прибавилось и для специалистов, анализирующих биоматериал, и для врачей, которые занимаются непосредственно вскрытиями. По нормативу в этом отделении на четырех врачей вскрывать должны 80 умерших в месяц. То есть, вот это была средняя нагрузка, она не маленькая, она одна из самых высоких в крае. А сейчас я могу сказать, что за месяц 200 вскрытий. Вот и все. А как в этом случае персонал справляется? Мы работаем две смены, в субботу и в воскресенье. Нагрузка выросла в два с половиной раза. При этом в крае большой дефицит этих специалистов. Еще полтора года назад было всего 50 патологоанатомов. Есть проблемы и с помещениями, актуальная даже для довоенных будней. В подвале 12-й горбольницы оборудована комната для временного хранения тел, но и ее мало. Для резервного хранения уже выделен законсервированный морг 3-й горбольницы. А власти думают о привлечении патологоанатомов из числа сотрудников медуниверситета. Ведь действующие специалисты, глядя на статистику зараженных, боятся, что выходные они увидят еще не скоро. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. 14 врачей на 114 пациентов. Такова реальность ковид-госпиталя Валейски. В районах тоже фиксируют рост числа заболевших. И тяжелых среди них все больше. Валентина Аскерова побывала в отдаленной красной зоне. Плохо было дышать, было нечем. Дышим еще плохо, но мы тут песни поем. Зарядкой занимаемся и все развиваем дыхалку. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Военные песни, военное время. В ковидном госпитале Олейска 114 пациентов с пневмонией и ковидом. 45 из них кислородозависимые. Два на ИВЛ. С мая по сентябрь врачи госпиталя лечили в основном легких и средних пациентов. Сейчас почти все. Тяжелые с двусторонним воспалением. За четыре месяца медики потеряли одного пациента. За три последние недели – шесть. Их очень много стало поступать в тяжелом состоянии, потому что, ну, как правило, непродуктивное амбулаторное лечение приводит к такому усугублению состояния. Может быть, они самостоятельно плохо принимали амбулаторное лечение. Может быть, что-то не хватало у них. Лекарств, например. Лекарств, например. Пока в аптеках катастрофический дефицит важных лекарств, в ковидных госпиталях есть необходимые препараты. Лечат не только ими. Храбряться, но оптимизм порой сменяет страх. Думают о жизни, читают смерть Ахиллеса. На 114 пациентов – 14 врачей. Четыре из них – еще студенты, ординаторы. Работают сутки через двое. В теории. Мы отсюда с работы почти не выходим. Пришли домой, переночевали и обратно вернулись. Мы отсюда можем в 12 час ночи уйти. Потому что пациентов много. Одного дежурного доктора тоже 80 человек не оставишь. Проживаем отдельно от родственников. У нас, допустим, есть возможность. Муж уехал к родителям. Я живу одна с кошкой. Живут на работе. Здесь же заболевают. Сейчас треть персонала Олейской ЦРБ болеют ковидом. В условиях дефицита кадров и повышенной нагрузки получить помощь сложно. В районной газете было интервью мое. Я дал свой сотовый телефон. И жители, если не могут получить вложенную помощь, они звонят на сотовый телефон. В день 200 звонков. Ковидный госпиталь в Олейске рассчитан на 140 коек. Занято, напомним, 114. Сюда везут пациентов с Черыжского, Усть-Пристинского, Топчихинского и других районов края. Заболевших много. Коечный фонд неизбежно требует расширения. Никогда в Олейске одновременно осенью, весной не было 112 пневмоний. Мне грустно. Я не излюсь на тех людей, которые не носят маски. Я уже перестал их уговаривать. Мне просто грустно. Потому что потом я вижу их здесь. Сожмите мне руку. Хорошо. Молодец. Да. Идет война. И каждый день мы несем потери в виде заболевших медиков, в виде заболевших людей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнольский врач выдвинула свое предположение, почему дети – скрытые переносчики COVID-19. Они переносят вирус в легкой или бессимптомной форме. Я думаю, но это может быть мое мнение. Со мной разделяют это мнение некоторые другие врачи. Ведь коронавирусная инфекция у нас циркулировала и до этого. И достаточно несколько разновидностей было коронавирусов. А дети часто переносят респираторную инфекцию. Они начинают обмениваться теми вирусами, которые у них были где-то там, или новые приобретают. Вот такой вот менее специфичный клеточный иммунный ответ, который идет без образования антител, он в какой-то степени, наверное, защищает и от новой коронавирусной инфекции. Чтобы поддержать иммунитет взрослых и детей в период сезона ОРВИ и пандемии, врач советует принимать витамины С и Д. Сегодня уже опубликована работа, что среди пациентов, которые заболели ковидной инфекцией, гораздо тяжелее она протекает у тех пациентов, которые в меньшей степени обеспечены витамином Д. В помощь Роспотребнадзора уже несколько дней на базе педуниверситета работает волонтерский колл-центр. Студенты вуза обзванивают людей с положительным тестом на ковид, чтобы выявить круг контактных лиц. Насколько ощутима эта поддержка и чем власти края могут помочь, чтобы разгрузить еще и врачей скорых, расскажем далее. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Вас беспокоит Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Они даже представляются, как сотрудники ведомства. Работают в две смены по четыре часа каждая. Пока здесь одни девчонки и будущие педагоги-психологи. Кристина первокурсница. Учится после обеда, а утро посвящает волонтерству. Обзванивает людей и заполняет так называемое донесение по кругу контактов больных коронавирусом, которые должны уйти на самоизоляцию. Иногда вот даже не надо задавать вопросы. Люди сами рассказывают. А бывает, что люди недовольны, бывает жалуются на очереди в поликлиниках. Бывают люди, которые не очень хотят общаться. Есть люди, которые плохо себя чувствуют. То есть, так как у них ковид, бывают люди, которые плохо говорят, тяжело дышать. Ну, конечно, мы стараемся входить в положение, где-то мы говорим, что мы перезвоним попозже. Специалист Центра гигиены и эпидемиологии следит за волонтерами и при необходимости помогает. Обзванивать больных самостоятельно в ведомство, где в Барнауле работает всего 9 человек, уже не под силу. А количество зараженных ковид-19 только растет. Помощь студентов важна, как никогда. Сейчас они пока отрабатывают по 5-6 человек в день. Я думаю, со временем это будет гораздо больше. Но уже даже для первого дня количество донесений, вот представьте, 15 человек, по 6, по 7 человек, это уже 100-150 человек в день. Они психологи. У них есть еще интерес, у них есть задор. И, кроме того, они же еще и быстро адаптируются ко всему этому. Мы думаем, что вклад будет большой. Скорая сирма слушается. А это уже диспетчерская служба скорой помощи. Звонки здесь не смолкают. Больше месяца стало очень тяжело. Вызовов крайне много. Вот на 112 принимают в среднем 700-800 вызовов сейчас вот за сутки. Впереди зима. Нагрузка на диспетчеров и врачей скорой может увеличиться еще больше. Здесь тоже нужна поддержка. Работа колл-центров. Активизировать работу и довести до сведения людей, что они могут обратиться за медицинской помощью. Не за медицинской, а за медицинской консультацией. Не только на телефон старшего врача, но и телефон колл-центра. А может быть даже объединить усилия колл-центра в одном месте. А тем временем руководство ОНФ, которое инициировало помощь волонтеров педагогического вуза, прорабатывает другую идею – цифровой рассылки постановлений о самоизоляции больных коронавирусом. Это и разгрузит систему здравоохранения и Роспотребнадзор, и предупредит дальнейшее распространение вируса. Татьяна Голубева, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Друзья известного алтайского психолога Алексея Капранова намерены увековечить его память. Сегодня, в День прощания, они рассказали об идее установить памятник в Барнауле. Сейчас они ищут архитектора и решают вопрос по поводу места с администрацией города. Он долгое время работал в мужском кризисном центре. Это вот аллея по Исакова, Исакова северо-западная, вот в том месте. Возможно там. Либо скамья, либо кресло вот такое. Вот и Алексей Васильевич, он вот сидит и рядом пустое место для того, кто будет приходить. Сначала мы на чейнчорге сделаем запрос, чтобы люди подписали. Максимально много собрать подписей. Потом запустить процедуру согласования. И уже будем собирать на основе краунфандинга средства. Друзья психолога говорят, что в своей работе он придерживался правила. «Я не решаю ваши проблемы. Я хочу, чтобы вы сами научились решать свои проблемы». Пришедшие на прощание признались, что он никогда не отказывал в поддержке. Человек, который чувствовал твою проблему, твою беду, я не знаю, сердцем, душой. Были такие моменты, когда я ему не звонила, просто звонок в дверь, я открываю, и он стоит. Я говорю, Леш, ты откуда знаешь, что ты мне нужен? Он говорит, не знаю, я просто это почувствовал. В парке Изумрудный появились асфальтовые дорожки для велосипедистов, бегунов и гуляющих с колясками. Это первая в городе дорожка, на которой велосипедисты могут не бояться машин. Как в целом проходит возрождение парка и какие планы ждут Изумрудный, расскажет Ирина Корчагина. Здесь, наверное, я в классе в первом или втором. Позрослев, стали ходить сюда на танцы. Людмила с парком Изумрудный связана с самого рождения, еще с 60-х годов. Рассказывает, здесь был и лагерь, и летний кинотеатр, а потом период угасания. В какой-то момент остановились аттракционы, парк опустел, ушла целая эпоха. Несколько лет назад, ностальгируя, пришла сюда в парк и, конечно, ушла отсюда с тяжелым сердцем, увидя, что запустение было полнейшим. И поэтому, когда в новостях обратились с призывом принять участие в возрождении парка, знаете, я даже не раздумывала, я взяла лопату в руки, ведро и приехала сюда. И, вы знаете, я была удивлена, очень много было народу. На каждый субботник приходило более ста человек. В итоге общественники высадили полторы тысячи кустарников, согласно дендроплану. Восстанавливать облысевшую землю парка придется еще долго. В 2017 году в Изумрудном поработали лесорубы. История закончилась уголовным делом. Когда в этом году парк начали возрождать, здесь выкорчевали более 600 пней. Вряд ли эти деревья были все ветхие и подлежали сносу. Возможно, это было подготовлено место для застройки. Только в этом году высадили более 250 деревьев. В следующем планируют еще полтысячи. Некоторые из них проживут 500 лет. Мы не нарадуемся. Здесь живем, в этом районе. И думаем, ну надо же, как все красиво сделали. Еще вот это будут огни здесь еще. А вы часто ходите вообще? А это своего рода прогресс для краевой столицы. Впервые в Барнауле появилась асфальтовая дорожка для прогулок с колясками, еще одна полоса для велосипедистов и третья для пробежек. Длина покрытия около двух километров по периметру всего парка. Здесь был, да, старый асфальт. Она была узкая дорожка. И она была в очень ужасном состоянии, когда мы пришли здесь работать. То есть даже идти невозможно было, не говоря уже о том, чтобы бежать или ехать на велосипеде. А уж тем более идти с колясками. Сейчас очень важный момент – финансирование. На восстановление парка требуется очень много денег. То же восстановление пруда – это несколько десятков миллионов. И восстановить его, возможно, только по какой-то программе. Для этого надо участвовать во всех программах с тем, чтобы финансирование было. Очень много надо будет сил, конечно, вложить. Ни город, ни край с нашими бюджетами в полном объеме не вытянут. В следующем году в Изумрудном планируют восстановить газон, провести отсыпку дорожек. Предстоит работа с освещением и, конечно, необходимо восстановить пруд. Полной перезагрузки парка Людмила ждет с нетерпением. Если когда-то она сама приходила сюда еще девочкой, то по-новому Изумрудному будет гулять уже со своей внучкой. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для ваших вопросов, просьб и предложений работает наш телефон 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Стройрегион». До встречи. Стройрегион. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.